Всем приветствую на своем канале, мои дорогие! Сегодня я вам расскажу и покажу свои последние покупки из косметики Faberlic. Будет как уход, так и декоративная косметика и много новинок. Если вам интересно, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть данное видео. Давно хотела попробовать вот такие вот ампулки из серии Expert Faberlic для стимуляции роста волос. И наконец-то себе их заказала. Это интенсивный уход за тонкими, слабыми, поврежденными, вредеющими волосами. Идеально подойдет после беременности, после болезни, если у вас просто сильно выпадают волосы. Или вы хотите отрастить, как я, косы до пояса. В упаковочке шло вот такие вот три бутылочки. Одну я уже израсходовала, у меня осталось две ампулки, вторая подходит к концу. И вот этой упаковочки хватает ровно на месяц. Но, чтобы заметить результат, нужно пройти курс минимум месяц. А то я даже считаю, что нужно минимум два или три месяца, чтобы был реальный такой видимый результат. Производитель уже обещает, что через два месяца волосы становятся более густыми, прекращается их выпадение, начинается такой активный рост. А через три месяца снижается жирность кожи головы. Даже это нам обещает. Состав действительно неплохой. У нас в составе и липоевая кислота, и капиларин. Это активный комплекс из четырех растений для стимуляции роста волос. Пока я довольна, результат следующий. Пока на моих волосах за три недели. Волосы стали меньше выпадать. То есть, хотя бы уже какой-то результат есть. Но я жду интенсивного роста волос. Следующее средство, которое я приобрела, также для волос. Вот такая вот сыворотка. Два в одном. Восстанавливающая. Кислородная сыворотка. Инновационная формула. Это у нас два в одном и сыворотка, и бальзам. Сыворотка для ухода за кожей головы. И бальзам для восстановления структуры волос. Мне очень понравился состав данной сыворотки. Поэтому я себе ее и заказала. В составе у нас идет, кроме кислородного комплекса, витамины В3, В5. Также белок, кератина, что очень важно. И масла с сусанквы, и авокадо. В упаковочке шло 5 саше, вот таких вот, по 15 мл. Наносите на 10-15 минут. По всей длине волос. Оставляете, чтобы сыворотка и бальзам подействовала. И смываете. Хорошие такие волосы. Живые, красивые, блестящие. И хорошо укладывается. Данная сыворотка, и вот эта вторая сыворотка для стимуляции роста волос, абсолютно никак не жирнят волосы. Третье средство, также из серии Эксперт Фаберлик, я уже покупала не для себя, а для мужа. Это вот такой вот спрей с эктиолом против перхоти. Так как я не могу найти нашу любимую пасту Китоконазол в аптеках, то пришлось заказать альтернативу против перхоти. Очень хороший спрей и действует уже после второго применения. Вы можете в любое удобное для вас время распылить вот этот спрей на кожу головы. Кстати, не жирнит никак волосы. И перхоть моментально, уже после второго применения, исчезает. Но не стоит прекращать использование данного спрея. Нужно полностью пройти курс, чтобы полностью избавиться от всех признаков перхоти. Следующее средство также для волос. Из серии Эксперт Фаберлик заказала вот такой спрей двухфазный. Из серии интенсивное увлажнение. Вот такой вот спрей, объем 200 мл, очень приятный запах. Пока данным спреем я не пользовалась. Запах мне понравился. Что-то наподобие глискура таких сывороток и спреев. Я люблю такие средства, постоянно орошаю, увлажняю свои волосы, чтобы на них не было никакой сухости. И последнее из уходовой косметики. Вот такой из серии Биокислород, бифазный лосьон 2 в 1. Я заказывала его специально для снятия макияжа водостойкого, для снятия водостойкой туши. С этим он справляется на ура. Да, немножечко оставляет жирную пленку. Но своей мицеллярной водой от Гориньер я не могу снимать водостойкую тушь. А вот этот лосьон замечательно справляется. Не хуже никаких ни Лореали и двухфазных лосьонов, ни Гориньер, ни Невея. На уровне. Из уходовой косметики все. Переходим к декоративной косметике. Кстати, сегодня полностью весь мой макияж выполнен косметикой Фаберлик. На губках у меня нанесена моя новая губная помада «Карибское путешествие». Цвет 4373 «Багамы». Вот так вот выглядит помадка. Я бы сказала, даже это больше блеск помадок. Очень хорошо, ровненько ложится на губы. Очень красивый оттенок. В каталоге он смотрелся намного темнее. Классно, не подчеркивает ни шелушения, хорошо увлажняет, но и держится. Так как блеск не очень долго. Вот так вот это все смотрится на ручке. Красивый такой цвет, мюдово-розовый. И сегодня он у меня на губках. Классная, мне нравится. И нет такого неприятного привкуса. Классная помадка. Причем она мне достается вообще за копейки, где-то за 25 гривен по скидке. Далее, макияж глаз. Нанесены у меня вот такие вот тени-карандаш, как база под тени. Сами по себе я их не люблю, но в качестве базы работают неплохо. Хотя через время все равно жирнятся веки. Артикул 52-62. Вот такие вот серые обычные тени. Далее, поверх теней карандаша я нанесла вот такие вот новые тени. Обновленная версия. Секрет стори. Секрет очарования. Шли они в такой розовой коробочке. И сама упаковочка теней очень напоминает люкс. Это у меня оттеночек 52-14. Изящный ответ. И сегодня они у меня на глазках. Очень хорошие тени, запеченные. Их можно носить двумя способами. Обычным и влажным. Самые по себе они такие сатиновые, с перламутром. Другой оттеночек, который я вам покажу, тот больше содержит в себе шиммера. Очень красивые оттеночки. Вот так вот они смотрятся на ручке. И сегодня вот этот самый светлый и серый оттеночек у меня на глазках. Хорошее качество. В самом наборе идет зеркальце и 4 оттеночка. И вот такой спонжик. Если у вас под рукой не окажется кисти, то можно без проблем нанести данные тени на глазки. Они очень хорошо держатся, хорошо тушуются. Я осталась довольна их качеством. И коробочка очень красивая. Следующие тени из этой же коллекции. Я хотела их еще брать в старой коллекции. Они были в остатках. Вот такой вот оттеночек. Это у меня нежное прикосновение. Артикул 5149. Очень красивые цвета. Где-то 2 видео назад у меня был макияж выполнен с помощью таких вот красивых теней. Очень такие красивые, насыщенные, пигментированные оттеночки. И вот в этом цвете, в этой палеточке больше шиммера, как можете видеть. И они такие более насыщенные. Очень красивый оттеночек. Я осталась довольна этой серией теней. Секрет очарования Secret Story. У меня были подобные тени от Bourjois. Кстати, Bourjois тени, там есть серия Smokey Eyes, очень напоминает вот эти вот синие, как у меня были. Очень классные тени. И очень-очень они красиво смотрятся, замечательно держатся, хорошо растушевываются друг с другом. И последняя новинка из обновленной серии Secret Story. Вот такая вот супер-супер объемная тушь. Секретный сигнал. Обалденное, конечно же, оформление, как и у всей серии Secret Story. Данная тушь объемная и сделает классическая щеточка. Хорошо она наносит тушь. Не дает, не оставляет никаких комочков. Она гипоаллергенна. Не склеивает реснички и действительно придает объем. Очень хорошо она ведет на моих ресничках себя и не осыпается в течение всего дня. Довольно-таки стойкая. Сейчас данная тушь также находится у меня на ресничках и я довольная. И теперь вот эта вот тушь из обновленной серии Secret Story. Моя самая любимая из Faberlic. И последнее, что я себе покупаю не первый раз, это вот такая вот сыворотка Lush Plus Plus 30. Данную сыворотку я использую просто на реснички на ночь для роста их и для укрепления. И могу использовать в качестве основы базы под тушь. Очень классная штучка. Всем рекомендую. Покупаю уже не первый раз. И действительно реснички у меня сейчас намного стали лучше. Они стали гуще и даже немножечко длиннее. И тушь намного лучше ложится на мои реснички и держится. Вот если в тандеме использовать, ваши будут реснички просто вау. Вот и все, что у меня было из последних покупок косметики Faberlic. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч.